Меня удивляет то, что так спокойно работает Государственная Дума и так хорошо вы обсуждаете летний отдых детей. Рядом полыхает целая страна, бомбят города, убивают детей, а в Российском парламенте занимаются своими пионерскими лагерями. Это я считаю кощунственно и чудовищно, хотя бы подождали бы еще пару недель, пока разбомбят все города Юго-Востока и там хоронить будем, помогать. И про наши пионерские лагеря на будущий год позаботимся. А пока мы создали ситуацию, когда гибнут дети Украины. Вот что они сами пишут о себе, я быстро прочту. Опозорились на весь мир, сотни погибших, застреленных, сожженных, забитых, сотни инвалидов, тысячи раненых. Разгромили собственные города, привели к власти олигархов, безвозвратно потеряли Крым, экономика на грани развала. Западные друзья в кавычках присвоили Украине рейтинг Б3 мусорный, создали политический кризис, влезли в огромные долги. Украина стоит с протянутой рукой, сократили пенсии и соцспособия, рассорились с Россией, вернули высокие цены на газ, плюс 73%, вооружили националистов, потеряли юго-восток Украины, заложили в американский ломбард золото скифов, задушили свободу слова, коррупция в стране, подняли налоги, услуги ЖКХ плюс 120%, уменьшили детские пособия, выплаты при рождении ребенка 2-го, 3-го, стоимость проезда в общественном транспорте, на медпрепараты, вдвое подорожали лекарства, акцизы на некоторые группы товаров, невыплата зарплат на государственных муниципальных предприятиях, существенный рост тарифов на электроэнергию, повышение курса, значит, снижение курса гривны, бензин уже 49 рублей, резкий рост инфляции, цены на продукты в среднем в 2,5 раза поднялись, как себе домой прилетел глава ЦРУ Бреннан, прилетел вице-президент Байден, Байден сидел в кресле президента Украины и руководил совещанием, подарили транспортную магистраль, нефтепроводы, сыночку Байдена, Амеры будут добывать сланцевый газ, продавать его Украине и Европе, доля прибыли Амерам 70%, украинскому олигарху 30%, выделили землю для хранения радиоактивных отходов со всей Европы, скидываются по 5 гривен на армию, чтобы армия стреляла в свой народ и бомбила живой сектор, сожгли Одессу под гимн Украины, боролись с олигархом Януковичем, а выбрали снова олигарха, еврея Вальцмана, так и не подписали ассоциацию СЕС, из-за чего начался весь Свербор. Вот так думает украинский народ, о чём, что произошло на Украине. И есть доля нашей вины, это событие на Украине, это продолжение пяти русских революций. Вот шестая русская революция развернулась на Украине, её там никогда не было, всё делал Петербург или Москва. А теперь они созрели, чтобы провести свою украинскую революцию сразу вместе, 905-й, 2-17-м, 91-й и 93-й. Всё в одном флаконе. За шесть месяцев. Пять революций. Даже за пять. С ноября там по, допустим, март. Я понимаю, Сергей Евгеньевич, но считаю неприличным, когда депутаты по мобильникам говорят. Если у вас мобильные телефоны работают на улицу, господа депутаты, горит Украина, а вы свои коммерческие дела решаете здесь, в зале заседания Государственной Думы. И, друзья, обсуждаете вечерние ваши мероприятия. Без совести не имеете вы, депутаты Русской Государственной Думы. Это из-за вас горит Украина, из-за вас миллионы жертв, из-за вашей Октябрьской революции, Февральской революции. 91-й год революции и 93-й год. Это вы расстреляли парламент, а теперь расстреливают Одессу, Краматорск, Донецк, Луганск. А вы сидите, летний отдых. Или кто куда чего поедет, кто еще сколько земли приобрел, как спрятать в декларации очередные квартиры. Поэтому частично правильно вышел Майдан. 30% вышли против нашей власти с вами, против нас с вами. У нас такая же коррупция, такое же жилье, такие же олигархи. Это у нас с вами. Это они, младшие братья, взяли с нас с вами пример. Поэтому надо совесть иметь какую-то. Если мы создали СССР, а была Российская империя, то мы отвечаем за наших заблудших детей. Это мы их вышвырнули из СССР. Они не хотели. Это Ейцин устроил. Шушкевич ничего не хотел. И Кравчук ничего не хотел. Средняя Азия вообще не поняла, что происходит. Пинком под зад вышвырнули 14 союзных республик. А теперь через 20 лет охаем-ахаем. Украина в НАТО, Украина антирусски настроена. А какие учебники они читали? В учебниках советских написано, что вы русские, держи морды. Что вас надо уничтожать. Что вы колонизатор. Они 20 лет об этом читали. Кто виноват? Где наши послы на Украине? Что они этих учебников не читали? Теперь выросли люди, которые ненавидят русских. Хуже, чем немецких фашистов. Презирают и готовы убивать. Это советские учебники. Где Россия тюрьма народов. А кто будет жить в тюрьме народов? Конечно, убрать эту тюрьму. А кто будет в тюрьме надзиратель? Русский. Кто коммунист в основном? Русский. Кто вы ЧК в КГБ? Русский. Вот сегодня и повернули все против русских. А цель, конечно, одна у США. Получить колонию в центре Европы. Украина никогда не была колонией. Вот они ее получили. И в наглую приезжают и указывают, кто какой начальник где станет. Это все наши с вами последствия. Мы правильно начали регулировать НКО. Потому что только в нашей стране их более двух тысяч. И в прошлом году они получили 36 миллиардов рублей. Это зачем Запад платит такие деньги? Один миллиард долларов. Зачем? Чтобы трясти изнутри нашу страну. Это удальцов сидит у вас под домашним арестом. А почему он сидит там? Потому что дедушке его, участник первой революции, его именем названы улицы города. Что же? Кто вам поверит вообще? У вас именами дедушек до сих пор названы революционеров улицы городов в Москве и по всей стране. А внуков вы почему-то сажаете куда-то, так сказать. Под домашний арест. А сперва переименуйте улицы. Верните им исторические названия. И объявите преступниками всех революционеров. Всех до единого. И большевиков, и меньшевиков, и Болотную, и вот этих вот самых, команду Ельцина. А вы Ельцину памятник поставили. Фонд имени Ельцина. Библиотека имени Ельцина. Этот преступник Гайдар. И форум ежегодный имени Тимура Егоровича Гайдара. Форум, как гранить дальше Россию. Это нужно знать и понимать. Ну, я хотел поддержать депутата Никитчука из КПРФ насчет курения среди женщин и детей. Но меня возмутила позиция депутатов других фракций, которые выступили против. Слушайте, вы хоть здесь будьте солидарны? Ну о чем думает депутат Никитчук? Чтобы было более здоровое поколение среди женщин и детей? Нет, тут же набросились на депутата. Чуть ли не преступник он уже. Если возвращаться, это я в плане солидарности. Мы все говорим про солидарность. Но даже в этом зале, я понимаю, мы разные партии с разным мировоззрением. Но в одном-то можно быть солидарными, что курение, алкоголь, наркотики это яд. Это отрава. И здесь бороться нужно единым фронтом. Но когда дети слышат, что в Думе есть депутаты, которые не против того, чтобы снова разрешить кое-где курить. Думают, а чем нам бросать? Сами депутаты требуют уже закон скорректировать. Совесть есть у этих депутатов? Я бы что сделал бы? Лишил бы мандата вот за это. Не этого старшего Гудкова за какие-то там дела в Болгарии, там какой-то бизнес. Он большого вреда своим бизнесом нанес. А депутаты, которые поощряют курение и вносят поправки в закон, чтобы дать послабление курильщикам, народ уже соглашается. Уже 10% бросило курить. А депутаты некоторые не могут угомониться. Я бы просил всех в партийные списки в 2016 году и в округа не включать курильщиков. Вот только так можем добиться победы. Никуда их не включать в комитеты, в комиссии. Никуда. Только тогда мы добьемся успеха. В ЛДПР никто не курит. Кто курит, мы будем выявлять и освобождаться. Алкоголя нет никакого. И наркотиков нету. И конечный этап запретим и эротику. Работать надо. Да. То, что касается Украины еще раз. Я специально на другие темы перехожу, потому что когда одно и то же, люди тупеют. Надо иногда разные темы поднимать. Нельзя вот так душить и давить одно и то же. Маркс, Маркс, Маркс. Нельзя. С ума сойдут. По Украине. У нас есть ЧОПы. Как вы расшифровываете ЧОП? Частное охранное предприятие? Нет. Чеченское охранное предприятие. Вот. Они готовы туда ехать, наводить порядок. Они это умеют хорошо делать. Они воинственный народ уже тысячу лет. И я даю еще одну расшифровку. КОПы. Казачьи охранные предприятия. Казаки у нас всю жизнь нагайкой махали и саблей. Вот, пожалуйста. Луганск, Донецк и весь Юго-Восток Украины. Кто мешает им там помахать саблями? Так уже другие современные есть виды оружия. Вот я предлагаю дать возможность, как с Испанией, открыть границу России с Луганской областью. Украинские пограничники там сняты. И пусть добровольцы едут и помогают. И эшелоны с лекарствами должны идти, с медикаментами, с бронежилетами. Вы можете, депутаты русского права, хоть бронежилеты дайте истекающему кровью Луганску? Американцы дают бронежилеты фашистам в Киеве. А русские не могут дать своим бронежилеты. Позор вам за это. Стоп!